В общем, на статью. В этой статье я рассказываю, в принципе, как это все устроено. Ну, то есть, там набор правил, которые созданы на основе вот наших представлений о музыке. То есть, какие-то, например, правила строгого письма. Ты, в принципе, музыкант, да? Да. Ну, я тоже, вот, композитор, как бы. То есть, это правила, созданные на основе каких-то понятных, значит, наших представлений. Ну, они преобразованы в математический вид. И написано вот такое, значит, такая последовательность действий есть. Вот, ты можешь эту статью открыть? Я, так. Это вот, смотри, это если зайти в Software Development, там Куген. Да, я уже знаю вашу конец. Вот, и тут первая ссылка Detailed Article. Вот, у меня, правда, все на английском, но я, если надо, поясню там. Так, Detailed Article, это где? А ты вот в Source Force зашел? А, да. Вот, смотри, там вот Home, где раздел, ну, вот, внизу, как бы, он там, начинается Detailed Article. А я тебе сейчас могу, в принципе, прислать эту ссылку саму, сейчас, секунду. Где таблица должна быть, да? Да, да я тебе прямо напрямую прислал. Пришло в ВКонтакте эти, пришло. Да, 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 Quartet Music Generator. Да, вот, это, в принципе, мой основной такой проект, наиболее, что ли, интеллектуальный. Вот, а тут на странице... На странице... А как страницу-то посмотреть? Сейчас. Да, интересно. Ну, в общем, в разделе Generation Process, тут первая схема, это как раз вот о том, как все это работает глобально. То есть, создается, там, ограничение нот, там, репризы, значит, затем длина ноты, значит, тональность, это мод, да, там, значит, и так далее. Давай сначала более обобщенно. Да, давай, давай более обобщенно, да. То есть, насколько я понимаю, у тебя есть некая компьютерная программа, которая, это искусственная нейросеть, да? Ну, это не нейросеть, на самом деле, это больше, если классифицировать ее, это надо, кстати, еще подумать, то есть, это, на самом деле, прямой алгоритм, то есть, он непосредственно, значит, как он работает, он генерит кучу вариантов и проверяет их на правила, вот. То есть, он генерит кучу вариантов и проверяет правилами, для каждого варианта делает какой-то, ну, штраф или наоборот, там, как бы... Сейчас, простите, прерыву, давай сразу определимся, тогда, чем отличается нейросеть от, вот, прямого алгоритма? Ну, прямой алгоритм, это так, это я назвал, на самом деле, неправильное название, не использую его. Вот, название надо подумать, я так просто сразу не готов это сказать. Вот, ну, почему это не нейросеть? Потому что здесь не настраиваются связи, то есть, нейросеть, она, собственно, насколько я понимаю, я работал не так много с нейросетями, но немножко работал, она, значит, ее смысл в том, что какие-то блоки, ну, нейроны, да, они связаны между собой какими-то связями, и эти связи, они в процессе работы нейросети, они, как бы, становятся сильнее или слабее. В данном случае у меня, как бы, нейросеть, ну, если так называть, она строится изначально, то есть, это некий алгоритм, который анализирует, вот, случайно поступающую информацию, ну, только фактически какие-то рандомные генераторы входящие, вот, и, как бы, выбирает из этих комбинаций наиболее подходящие, причем, понятно, что рандомный генератор все варианты не переберет за ограниченное время, поэтому здесь возникает такое ограничение, то есть, самое лучшее, что рандомный генератор успел перебрать для каждой ноты, вот, то выбирается там самая подходящая нота, условно, вот, и получается вот некая такая музыка. У тебя в эту программу зашит некий свод правил, да? Да, да, в эту программу зашит свод правил, и эти правила приводят, как бы, к оценке качества каждого возможного варианта, который генерируется. Ага, то есть, вот этот свод правил, через него пропускается, ну, некий набор нот, который ты задаешь на входе, да? Да, фактически каждая нота, ну, скажем так, каждый столб нот, да, то есть, каждый столб, каждая, вот, следующая комбинация нот, которая звучит одновременно, она проходит вот через такой алгоритм и генерируется там, например, тысяча столбов, то есть, тысяча комбинаций нот вертикальная, да? Ну, то есть... А в ходе сколько нот дается и в каком, и в последовательности? То есть, вглодичь не дается или просто там, не знаю, 12-го нот? Ты знаешь, я не помню, как генерируется первая нота, это хороший вопрос, надо посмотреть в алгоритме. По-моему, там как-то все просто, то есть в начале, по-моему, чуть ли не до мажор там, ну, я точно не помню, там, ну, конечно, не так все просто, но, короче, надо посмотреть, как первая нота генерится, но как только первая нота сгенерилась, а скорее даже не нота, А набор нот это шестиголосий Там у меня в основном шести или четырехголосий Вот От этих шести первых нот Там уже вторая Как бы вторые шесть нот Ну то есть как бы вторая четверть Она уже генерится вот этим алгоритмом То есть он смотрит Как взаимодействуют эти ноты Нет ли там вот например этих Как это Ну диссонансы понятны Это само собой Но есть еще какие-то другие там моменты Забыл слово Перечине Нет ли перечине например Ну такое вот известное Знаешь да Когда вот нота появляется Которая была в другом голосе Значит Ну отличащийся на полтона Ну то есть какие-то такие хитрые Короче вот правила Которые на самом деле да там нежелательны Ну чтоб секунд малых не было Вот это да Ну примерно так да Вот эти все правила Они тут все перечислены на самом деле И фактически приводит это к тому Что мы как бы минимизируем Вот эти вот проблемные какие-то моменты То есть мы минимизируем диссонансы Минимизируем там вот Вот эти перечины И так далее Вот Хорошо То есть условно говоря Ты даешь последовательность До, ре, ми, фа, соль, ля Дальше И все они у тебя стоят в первую четверть первого такта Ну например да Дальше алгоритм увидел это И начинает Он может там Не знаю Поставить паузу Эти четверти уже сыграть Фа, ми, ре Опять поставить паузу Дальше сгенерировать какое-то арпеджио Да, да Примерно так То есть там могут какие-то арпеджио генерироваться То есть Кроме того что я тебе рассказал Это вот так сказать Основной метод генерации Это когда Каждый значит Голос начинает двигаться Голосоведение То есть для каждого голоса Моделируется голосоведение В разные стороны И смотрятся разные вот как бы Получающиеся варианты Кроме этого еще могут быть Вот какие-то Дополнительные элементы То есть это Может быть Арпеджио Может быть там Что там еще то Ну какие-то опевания Там у меня допустим Там много на самом деле Какие-то диатонические движения Хроматические Движения там Воды Вводные ноты Там и так далее То есть ну вот какие-то элементы Которые так сказать Уже Заданные Вот И они тоже с какой-то Это голосоведение для шести нот Да? Индивидуальное Да, по-моему в основном У меня тут шести нотное голосоведение Но можно любое количество голосов Задать там В принципе То есть это я просто в основном С шестью, по-моему голосами Или с четырьмя работал По-моему с шестью Да? Вот И Собственно говоря У этого алгоритма Там на вход Порядка тысячи параметров дается Все эти параметры Они разные Как бы особенности музыки Определяют То есть например Насколько мы Хотим избегать диссонансов То есть например Грубо говоря Насколько сильный Штраф Добавляют диссонансы Да? Или например Насколько часто мы хотим Арпеджио услышать Да? Вот Причем например Арпеджио Это все в каких-то Ну коэффициентах Да? Показано Да, это все в коэффициентах Ну Не более 20% Да, например Да Или например Есть такой коэффициент Вот Значит Чем длиннее Чем длиннее столб Ну столб это Знаешь такой термин Да? Ну короче говоря Чем длиннее Шаг То есть шаг Это допустим Шесть нот Вот выстрелившись По вертикали Да? Чем длиннее шаг Тем например С большей вероятностью Мы получим арпеджио Ну потому что это логично Да? Это более логично Для слуха И вот эта вероятность Она как бы задается Например 1% Но чем длиннее шаг Тем эта вероятность Например будет увеличиваться То есть это какой-то Некий входной параметр Который еще будет Модифицироваться Зависит от музыки Например мы задаем 1% вероятность арпеджио Но когда у нас Длина шага будет Очень большой Этот 1% превратится Например в 20% Вот То есть ну как бы Эти все параметры Они не просто там вот такие Ну тупые Как бы да Там статические Они как бы могут быть В таком каком-то домене Который еще меняется То есть зависит от условий Вот Ну я В принципе могу По-другому объяснить То есть ты говори Если понятно Непонятно То есть Да Мне вот единственный момент По поводу Столба этого Непонятно То есть 6 нот В какой-то момент Все 6 нот звучат Да А сейчас я тебе покажу Собственно Вот результатирующую музыку Сразу станет понятно Что это такое Так Сейчас Ну вот например Так Сейчас Сейчас Что-то Какие тут Кышатские примеры Ну вот например About Smooth Modeling Раздел В этой статье Прямо перед ним Там есть ноты Вот ты сразу увидишь Что здесь нету Одновременных 6 голосов Потому что я Одним из параметров В данном случае Заставил как бы Генератор работать так Чтобы голоса Менялись пореже То есть Голос Меняется не каждую ноту И таким образом У тебя как бы Получается Вот например Если мы начнем С самого начала Там идет вот это вот Что там До Да Потом интервал До Фа Да До Фа Вот Там да Вот смотри Что это означает Это значит что Нота до Значит она вот Зажалась Потом она просто Продолжает играть У меня тут просто Лиги не нарисованы Потом появляются Ноты до Фа Вот Это означает Что только два голоса Сместились просто Напросто Потом например Там ноты Соль Ми Да Идут Это значит что Какие то Какие то голоса Либо Фа Как раз сместилась Да Похоже что Голос фа Сместился на ми Там да Ну вот Здесь просто не показываются Все как бы Скажем так Вот лиги Да То есть Ну грубо говоря Нота вот до Самая первая Она скорее всего продолжается Какое то время И наверняка там Куда то уходит Вот Она грубо говоря Половинкой должна быть Да Она там половинкой Или даже больше Да Вот И вот в принципе Вот это вот результат Генерации Например С таким параметром Который ограничивает Количество изменяющихся Одновременно голосов То здесь вот не больше Двух голосов Одновременно Видишь меняется Вот это вот такой вариант Например Если мы там больше Если мы там больше зададим Например Одновременно Меняющихся голосов Тогда у тебя больше будет Как бы таких гармонических Интервалов Вот играться Да Вот Ну это просто Как бы Как вариант Да А Ну и Соответственно Таких Такое правило На композицию Их может быть Несколько Да То есть Грубо говоря Там Ты можешь создать Правило Что в пятом такте Не более Трех голосов Одновременно звучащих А в шестом Уже больше Да Это все В принципе Может меняться Я не помню Что конкретно Я реализовал То есть Ну По-моему У меня По-моему У меня Вот этот параметр Он Не меняется В ходе Одной части Композиции Но композиция Может состоять Из нескольких частей И для каждой части Могут задаваться Свои параметры Вот Ну и результат Там может быть Например Вот такой Если музыку взять То есть Это будет Наверное Такой Самый показательный Это Western Train Suite Это в проекте Раус Сейчас я его Открою А я По-моему Слушай Ну да Ну в общем Собственно говоря Western Train Suite Полностью сгенерирован Вот именно Этим алгоритмом Вот Ну вот В принципе Про этот алгоритм Рассказал Слушай А какой Объем данных Даже не Объем данных Вот чтобы Благозвучную Мелодию Выдать Какое Количество Правил Должно быть Точнее Даже Никакое Количество Правил Понимаешь Их Много Какие Тематические Блоки Правил Существуют Для Таких Алгоритмов То есть Я понимаю Что Базовая Музыкальная Классическая Гармония В данном Случае То есть Недопущение Диссонансов Параллельно Движения Квинт И Там Например Сечение Басового И Тенорового Голоса Скрытые Там Допустим Октавы Там И прочее Да Это Как Б Один Сегмент Правил Но Есть же Помимо Этого Видимо Еще Какие Математические Твои Или Что-то Другое По Каким Блокам Это Делится Да Смотри Действительно Ты В точку Прям Попал Действительно Я даже Раньше Об этом Не думал Что Эти Все Правила Можно Разделить На Те Которые Я Экстраполировал Как Из Музыкальной Теории Наверное И Те Которые Я Придумал Из Своего Собственного Представления О музыке Вот Например Одно Из Таких Как Б Правил Что Ли Это Насколько Насколько Сильно Как Б Насколько Быстро Меняется Темп Дело В том Что Вот Эта Программа Она Выдает Вот Как Ты Видел Такие Ноты Которые Грубо говоря Если Проиграешь Это Одни и те же шаги Длительность Как бы Не меняется То есть Это Как бы Должно Звучать Вот Как Это Постоянная Длительность Такой Ритм Короче Долбящий Да Вот А на самом Деле Она Кроме Вот Длительность Еще Выдает Темп И Темп У нее Меняется По Таким Ну По Сложному Алгоритму Который Я там Изобрел Какое То Время Назад Он Приводит К Генерации Такой Как бы Кривой Эта Кривая Она С одной Стороны Плавная С другой Сторона Случайная То есть Она Как бы Ну Сейчас Пример Прям Покажу Вот Пример Ее Находится В разделе Full Music Generation Cycle Прям Над Вот Этим Вот Номер Как-то Названием Раздела Вот Эта Вот Синяя Кривая Она Как бы С одной Стороны Как ты Видишь Она Вроде Б Выглядит Рандомной То есть Непонятно Куда Она Двигается С разной Какой-то Скоростью Туда Сюда С другой Сторона Она Совершенно Плавная И Воспринимается Вот Ухом Как бы Более Так Это Самое Адекватно Что Темп А Да Ну Если Вот Темп Это Просто Вообще Пример Такой Математический То Здесь Без Конкретной Привязки К Физическому Параметру Вот Но В данном Случа Да Если Для Темпа Рассматривать То По оси Y Будет Темп Отложен А по Оси X Просто Время Ну То есть Например Вот У тебя Там 45 BPM Потом Раз Раз Там Потихоньку Уменьшается Там Допустим И вот Эти Графики Я использую Для разных Задач То есть В этом Алгоритме Но Самое Такое Понятное Понятное Использование Это Для Темпа По-моему Насколько Я помню Я его Ну Тут Кстати Наверное Написано В этом Разделе Для чего Не Использую Ну В общем Не важно Там Это Можно Почитать То есть Какие Грубо говоря Какие Параметры Это Я Там Я Этим Генератором Моделирую А вот Темп Там Точно Имеет Кусочек Такой Моделяции И За счет Этого Он Как бы Немного Случайный Все время И Приближает Это Как бы Человеческий Фактор Да То есть Ну Человек Тоже Не играет Никогда Точно Ровный Темп Вот Но С другой Стороны Мы все Знаем Что Когда Человек Играет Музыку Он Не просто Случайно Играет Да Несмотря На то Что Он И он Обычно Замедляет Человек Темп Вот И у меня Поэтому Вот этот Алгоритм Такого Гладкого Моделирования Я его называю Он у меня Сочетается С моделированием С помощью Правил То есть Например Когда Алгоритм Видит Кульминацию Он Эту Кульминацию Окружает Снижением Темпа Вот Ну Сейчас Я не уверен То есть Это В принципе Ну В музыке Точно Можно Услышать Вот Можно В принципе Это Посмотреть Сейчас Я Покажу Пример Вот Пример Можно Посмотреть В разделе Apply Velocity Tempo Envelope Ты можешь Прямо Вначале Если Статьи Нажмешь Мне кажется Он должен Перескочить Я Еще Просто Да Тогда App Play Velocity Типа Применить Да Применить Ага Применить Velocity Это Есть Да В структуре Документа Да По-моему Да Слушай А Все Нашел Нашел Ага Вот Смотри Видишь Такую Вот Столбчатую Диаграмму Да Да Вот Эта Диаграмма Серая Как бы Серые Столбики Показывают Реальный Темп Каждого Шага То есть Каждая Нота На самом деле У меня В алгоритме Имеет Дела Показывают Разные алгоритмы Которые влияют На темп На самом деле Эти алгоритмы В результате Как ты видишь Они просто-напросто Вычитают Постоянно Темп И в результате Приводят Вот Какой-то Просадке Темпа Вот Вот Например Вот Хорошо бы вспомнить Какой цвет За что Отвечает Ну Это Мы вспомним Вот Но главное Что желтый цвет Это точно Цвет Который Отвечает За кульминацию И вот Ты видишь Что В каком-то месте Алгоритм Обнаружил Кульминацию И окружил Ее Дополнительным Снижением Темпа Таким образом Воссоздав Вот Как бы Такое Перформанс Правило То есть Правило Исполнения Музыки Когда Музыкант Подходит Кульминации Он Замедляет Обычно Музыку И потом Как бы Возвращает Темп Обратно Вот Такое Правило Оно Выглядит Вот Таким Образом То есть Тут Куча Каких-то Правил Там Оранжевый Какой-то Алгоритм Голубой Там Красный Какой-то Из них Случайный Мы можем Потом Посмотреть Что они Означают Но Вот Желтый Алгоритм Это Один Из Тех Который Тоже Повлиял Здесь И Он Замедлил Темп Здесь И Таким Образом Мы Когда Слушаем Прям Так Клево То есть Как бы Ты Слышишь О Там Кульминация И Здесь Стройно Выглядит Скажи Но В вопросах Креатива Именно Такого В человеческом Понимании Какие Какие-то Есть Ограничения Сейчас В существующих Системах Не только Твоих А вот Про которые Там Может быть Ты слышал Или читал А ты Имеешь Ввиду Что Какие Ограничения Короче Я так правильно Понял Что ты Имеешь ввиду Может ли Машина Сгенерить Что угодно Или Там Сгенерить Нечто Художественно Равноценное Тому Что Пишут Люди Ну Вот У меня Есть Знакомый Значит Его Зовут Паша Юркин Вот Он Ездил Недавно Как раз В Америку На обучение Там По Генерации Музыки Там У одного Профессора По-моему Вот И он Как раз Приехал И нам Прочитал Вот Тут У меня Дома Как раз Лекцию Такую На видео Интересно О своей Дипломной Работе Там И Вот Он Например Как Он У него Другой Подход Там Вот У этого Профессора Да Ну То есть У него Он делает Так Он собирает Огромную Библиотеку Например Вот Музыки И потом Анализирует Специальными Алгоритмами Вычленяет Некие Правила Автоматические Ну Фактически Даже Не Правила А уже Такие Можно Сказать Блоки Какие Зависимости Уже Нот Одних Пример этого Это Если Взять Вот Например Бах Бах Какие Произведения И Посмотреть Какие Ноты Чаще всего После До Идут После До Обычно Ре Бемоль А иногда Ре С какой Процентной Вероятностью И так Далее Проанализирует Все Последние Ноты И Потом Взять И Просто Сгенерить Музыку Каждый раз На каждом Шаге Смотря Так У меня Сейчас Ноту До Ну Наиболее Вероятность Что Я бы Пошел В Ноту Ре Там Бах Обычно Идет Ноту Ре Вот Ну Я Тогда Сейчас Генератор Запущу Если У меня Генератор Выдаст Число От 0 до 80 И 100 То Я пойду Там Например В Ноту Ре Вот А если Там От 80 До 100 То Я пойду В Ноту Ре Бемоль Ну Условно То есть Какие Вероятности Сдаешь Вот Это Очень Упрощенно То есть Там Гораздо Все Сложнее Но Смысл В том Что Проанализировав Большой Объем Музыки Можно Создать Музыку И Эта Музыка Она Удивительно Похожа Вообще Она Настолько Сильно Похожа На Музыку Реальных Людей Например Я Такие Тут Тоже Компоненты Использовал Но Не Конкретно Анализировать А Подход С Процентами Я Тоже Использовал Но Здесь Я Не Использовал Базу Знаний То есть Базу Знаний Здесь Нет Это Очень Интересная Особенность Этого Алгоритма Он Полностью Сознан Головой То есть В нем А В том Случай Это Некий Анализ Миди Файлов Или Да То есть Тот Случай Он Поближе К нейронной Сети Например То есть Он Анализирует А Потом Получив Такие Некие Правила Там Условно Он Этими Правилам Генерирует Уже Правильно Я Понимаю Это Совсем В упрощенном Виде Выглядит Так Что В сканер Загружают 100 Там Не знаю Каких-то Клавиров Или Произведений Баха Он Все Это Прогоняет Считывает И Смотрит Что Там В 80 Процентов Случаев Такие Обороты Следуют За Точно Да Это Самый Простой Вариант Но Потом Конечно Все Это Очень Сильно Развивал Развивал Потому Что Это Все Так Человек Он Серьезно Занимался И Несмотря На То Что Это Ядро Осталось Там Конечно Много Что Добавилось Но В целом Идея Такая Что Из Такой Базы Ты Генеришь Произведения И Каждый Раз Произведения Новое Что Классно Ты Совершенно Можешь Генерить Там Вот Каждую Секунду Или Каждую Минуту Там Можешь Новое Произведение Баха Генерить А То Что То Что Вот Мы Сейчас Обсудили Это В Теории Нейронных Сетей Искусственных Это Называется Обучением Или Алгоритмизированием Правильно Да В принципе Да Но Единственное Что Это Не Нейронная Сеть Опять же То Что Делает Паша Потому Что Нейронная Сеть Она Как Б Отличается Тем Что Ты Фактически Позволяешь Ей Самой Создать Правила То А мы В данном Случае Правила В принципе Все-таки Сами Генерием То Мы Так Смотрим Так Мы Будем Анализировать Короче Например Три Ноты Идущие За Тремя Нотами Мы Создаем Сами Структуру Хранения Данных И так Дальше Мы Сами Создаем Алгоритм Считывания Информации И Хранения Правил Вот То Мы Как Б Работаем За нейронную Сеть А Нейронная Сеть Она Больше Она Вообще Сама Анализирует Вот Все Что Может Проанализировать И Как Быть Зависимость Ищет Сама Это Интересно Особенно Это Просто Другой Тип Алгоритма То есть Это Фактически Черный Ящик Ну Да В целом Черный Ящик Опять Же То есть Поверх Этого Кучу Всего Наворотить Можно Но Как День Нейронной Сети В том Что Ты Просто Даешь Ну Основной Инструментарь Нейронной Сети Такой У нее Есть Например 10 проводов На вход Там Три На выход Ей Говорят Так Вот Смотри У меня Есть Тысяча Там Не знаю Этих Экспериментов Там Сэмплов Тысяча Сэмплов Каждый Сэмпл Содержит 10 Чисел На вход И Три На выход Вот Учись Как Хорошая Нейронная Сеть Работает То есть Хорошая Нейронная Сеть Какие 10 На вход И Она Смотрит Такая Ничего Себе Вот Такие Числа Выдает Нейронная Сеть На выход И Как Определенным Алгоритмом Она Обучается То есть На самом На музыке Тогда Так Можно Например Использовать Нейронную Сеть Вот Таким Образом Ей Можно Сказать Вот Смотри Значит Вот У тебя Есть Три Такта Вот Такой Музыки Три Такта Музыки Описываются Например Ста Числами Например Ста Числа Это Например Какие Числа Это Например 20 Чисел Значит Высоты Нот 20 Чисел Длины Нот 20 Чисел Там Значит Силы Там Я не знаю Там Какой Динамики Нот Да И так Далее То есть Какая Характеристика Там Трех Тактов Например Вот И Потом Говорят Так Вот Теперь После Этого Значит Нужно Выдать Тебе После 100 Чисел Нужно Выдать 20 Чисел Это Что Это Значит Там 4 Числа Высоты Нот Там 4 Числа Длины Нот 4 Числа Динамики И так Дальше Что это значит То есть Ей дают 3 Такта А на выходе Она должна Выдать Один Такт Вот И Собственно Говоря Все это Описывается Там 100 Числами Задают Ей Кучу Информации Там Из Каких Нибудь Произведений Если Хотят Из Разных Стилей Если Хотят Из Одного Там Композитора И Она Так Обучается То есть Она Уже Так Знает Ну Вот В таком Случае Я бы Выдал Вот Что Такое Это Должно Примерно Быть Похожим На То Что Обычно Такой Композитор Написал После Таких Трех Тактов Вот Грубо говоря Из этих 100 чисел Отобрать 20 лучших А По Принципу Из этих 100 чисел Отобрать Те 20 Которые Будут Похожи На Кейджи Не Не Совсем Смотри Из этих 100 чисел Нейронная Сеть Должна Сгенерить 20 Новых И Ей Просто Сначала Когда Она Обучается Ей Дают Эти 100 чисел В комбинации С И Она Как бы Учится Что Она Должна Была Сгенерить И Она Выстраивает Внутри Себя Связи Вот А То Эти 20 чисел Которые Ей В нагрузку Дают Они Соответствуют Некой Стилистической Ну Стилю Определенного Какого-то Композитора Да То Эти 20 чисел На Выходе Соответствуют Тому Что Этот Композитор Написал После Эти Трех Тактов Вот Ну И Она Просто Учится Тому Что Следует После Чего Ну Например Это Один из Примеров Приспользуется Там Примеров Может быть Много Например Может быть Пример В другом Домене Как бы То есть Когда Ты Например Из Нот Хочешь Сгенерить Темп То есть Ты Ноты Видишь И Так Думаешь А как Бо мне Темп И Ты Значит Задаешь Ей 20 чисел Это 20 высот Нот И Говоришь Вот Обычно Короче Играя Так То есть Вот Здесь Быстрее Здесь Медленнее Она Учится И Потом Может Тебе Сама Уже Ты Ноты Заводишь Ей Она Тебе Говорит Вот Здесь Медленнее А Здесь Быстрее Играй Вот То есть Смысл Нерона Сети В том Что Она Находе Да Привязываешь Звуковысотность К Темпу То есть Сыдаешь Ей Правило Какое Да Ты Как бы Фактически Просто Ей Каждый раз Объясняешь Что Вот Это Обычно Неким Образом Связано Вот С этим То есть Например Вот Такие Ноты Обычно Приводят Вот К Такому Темпу И Она Как бы Каким-то Образом Пытается Зависимости Уловить И Потом Вот Эти Зависимости Часто Позволяют Ей Воссоздать Интересную Картинку А Может Иногда Удивительную Какую-то Картинку Которую Человек Не Придумал То есть Она Какие-то Зависимости Нашла А Человек Даже Так Обычно В такой Ситуации Не Делает Вот Очень Интересные Бывают Результаты Ну Нейронная Сеть Это Нейронная Сеть То есть Это Она Использует Ну Инструменты От Анализа Ну Она На самом деле Вообще Обычно Просто Устроена То есть У нее Например Там Есть Тысяча Нейронов И Эти Нейроны Тупо Расположены Между Входными Проводочками И Выходными И Соединены Какими-то Связями Между собой И Она Там Может Разные Связи Она Просто Видит Как Грубой Отток Идет То есть Что Больше Нагружает Какие Нейроны И эти Связи Утолщаются Там Условно Ну Это Я уже Про Структуру Нейронных Сетей Наверное Много Не расскажу Я не очень Много С ними Все-таки Работал Там Могу Ошибиться Сейчас Корреляции Какие-то Она Все-таки Ищет Она Ищет Вот Понимаешь Что Важно В нейронной Сети Она Ищет Корреляции Не Зная Какие Могут Быть Правила Вот То есть Нейронная Сеть Она Ищет Корреляции Между Входными И Выходными Данными Не Зная Какие Могут Быть Правила Она Фактически Сама Является Правилом В результате То есть Она Как Мозг То есть Мозг Так же Работает Ты Что-то Увидел И Тебе Надо Понять Испугаться Или Обрадоваться И Это На выход У тебя То есть На выход Должно Испугаться Или Обрадоваться И Ребенок Учится Постепенно И Понимает Что От этого Он Наверное Больше Испугается От этого Обрадуется И Когда Ты Видишь Новый Предмет В первую Часть У тебя Нейронная Сеть Срабатывает Какой-то Простейший Уровень Нейронной Сети И Ты Сразу Либо Испугался Либо Обрадовался То есть Большое Что-то Красное Ты Наверное Больше Испугался А если Что-то Там Ну Как Вот А если Зеленое Большое Маленькое Зеленое Ты Обрадовался Ну Да Как Слушай А вот Я Еще Прочитал Когда Тоже Готовился То В Японии Создали Сайт Который На Основе Фотографии Людей Генерирует Музыку Ну Есть У тебя Примерное Понимание Как это Может Работать Смотри Вот Тут Ситуация Очень Простая Сейчас Очень Много Создают Проектов Которые Генерят Музыку Из Неких Входных Данных То есть Вообще Все Проекты По Генерации Музыки Можно Разбить На Разные Типы Это Один Из Типов То есть Когда Ты Берешь Например Картинку Или Там Другую Музыку Или Там Значит Вот Подпись Человека Ну Та же Картинка Или Текст Вот Я Например Сделал Сейчас Проект Который Генерит Музыку Из Текста Довольно Забавный Вот Нод Стайпер Не Слушал Нет Нет Вот Ну В общем Есть Такой Проект Очень Такой Приятный Видео Я не Послушал Ага Ну Он Он В меньшей Степени Как бы Интеллектуален Но Это Тоже Пример Генерации Музыки Просто Он Скажем Так Он Более Такой Приземленный То есть Он Именно Как ты Печатаешь Вот Он Так Тебе Все И делает Его Интеллектуальность Заключается В том Какие Ноты Он Выберет А Вот Силу Нажатия И Как бы Ритм Он Весь Отображает Твой То есть Вот А ноты Он Генерит Разными Всякими Алгоритмами И Вот Это Просто Пример Того Что Музыку Можно Генерить Из Чего Угодно То есть Можно Есть Люди Которые Генерят Музыку Из Например Температуры Какой Нибудь Осадков И так Далее То есть Можно Любую Информацию На вход Подать И музыку Генерить Дальше Вопрос Просто В том Каким Алгоритмом Это Делать И Каждый Может Делать Это Любым Алгоритм Вот Например Тут Мы Обсуждали Недавно Как раз Что Можно Взять Короче Картину Ее Отсканировать Ну Я Просто Занимаюсь Одновременно Совместным Творчеством С художниками И Мы Тут Недавно Я Слушаю Я Просто На Зарядку Ставлю Телефон Вот И Мы Тут Как Раз Недавно Обсуждали Плотно С Американцами Как Там Вообще Сгенерить Короче Ну Как Написать Музыку То есть Точнее Как Написать То есть В данном Случай Генератором Являлся Мозг Как Написать Музыку На Картину И Вот Мы Сейчас Пишем Музыку На Картину Там С Одной Американской Композиторшей Вот И Значит Ну Какие-то Варианты Вот Самый начальный Там Например Мы Корабль Корабли Это Будут Значит У Нас В Скрипке И Вот Мы Там Начинаем Значит Здесь Больше Кораблей Тут Значит Больше Скрипки Играют Здесь Там Фортепиано Здесь Больше Фортепиано Играет И так Дальше То есть Потом Какая Яркость Какой Размер Какая Детализация Все Это Преобразуется В Какие-то Музыкальные Например Параметры Вот Это Один из Примеров То есть Это Пример Как Человек Может Написать Музыку На Картину В Алгоритм Можно Задать То же Самое В Принципе То есть Например Красный Цвет Соответствует Больше Динамике Синий Цвет Меньше И так Далее То есть Вот Как ты Напишешь Алгоритм Так Он И будет Генерировать То есть Можно Как бы Более Того Вот Мой Алгоритм Например Он Ведь Основан На Рандомном Рандомные Числа А Например Пиксели Картины То есть Например Каждый Пиксел Это же Цифра Это число Какое-то Там То есть Там Например Оно Там Характеризуется RGB То есть Это три числа Красный Синий Зеленый Пожалуйста Преобразовывай Каждую Точку Картины Выбирай Из картины Точки По определенному Алгоритму Ну Может Подряд А может Там Например Каким-то Другим Способом По какому-то Алгоритму Вот И у тебя Будет вместо Рандомного Генератора Уже Картина И Что интересно В этом Случае Алгоритм Всегда будет Генерить Одну и ту же Музыку И это Людям Очень нравится То есть Например Они задали Вот например Определенную Картину И всегда Определенная Музыка К этой Картине Идет Вот это Круто Вот Это можно Сделать Любым Алгоритм Который Вот как бы Генерит из Рандомного Генератора А Внести Коррективы В то Что он Уже Повтори Я не услышал Внести Коррективы В то Что он Уже Создал Возможно То Что Создал Алгоритм Да Конечно Там Загружаешь В нотный Редактор И Корректируешь Или же Ты можешь Поменять Любой Параметр И он У тебя Сгенерит Фактически Новую Музыку Может Быть Это Музыка Вот Например Еще Интересный Момент Музыка Может Быть Значит По моему Я это Реализовал Даже То есть Можно Взять Вот И сохранить Как бы Так называемый Начальный Начальную Цифру Рандомного Генератора И ты тогда Каждый раз Будешь получать Одну и ту же музыку И поменяв Немножко Параметр Какой-то Ты можешь Немножко Музыку Поменять И в тот момент Когда параметр Начинает Вот Вмешиваться Ты видишь Что музыка Начинает Меняться И дальше Эти изменения Могут потянуть За собой Очень большие Изменения Музыка Станет Совсем Другой Как У Рея Брэдбери Небольшое Какое-то Изменение Ты Внес В историю А дальше Все Вообще По-другому Потекло Потому Что Зависит От Алгоритма То есть Все Зависит Полностью От Алгоритма Создать Алгоритм Можно Любой Вот То есть Ну Вот Такая Дея Хорошо А Скажи А вот В твоем Алгоритме Зашиты Скажем Человеческие Значит Исторически Сложившиеся Человеческие Ожидания От Музыки Условные Там Правила Рокохода Какие-то Да Гармонические Последовательности Которые Приятны Нашему Уху И Понятны Понимаешь О чем Да Я понимаю Вот Смотри Например У меня Используются Правила Вот тоже Рокоходов Да Ну Кстати Рокоходы На самом деле Не очень узнаваемы Потому что Их сложно Распознать На слух А вот Повторы Сейчас я тебе Покажу Наверное Знаешь Я подумал Проще мне тебе Показывать Экран Чем тебя Заставлять Искать В этом Самом Вот Так Делай Я сейчас Открыл Видишь Да Вот Сейчас Я Попробую Найти Так Сейчас Момент Вот Репризы А Только Перейти туда нельзя Да А нет Можно Вот Например Есть алгоритм Создания Реприз То есть Ну Он Там Работает Каким-то Образом Сложным Но Смысл Его в том Что Он Вот Смотрит Что за музыка Вообще Играет И такой Смотрит О Эта музыка Подходит Для того Чтобы ее Повторить Или Там Я не помню Может быть Этот алгоритм Даже ее не Анализирует А просто Там С какой-то Вероятностью Такой Думает О Надо Короче Вот Эту музыку Повторить Давай посмотрим Сейчас Ну Вот Он Смотри Он Определяет Длину Репризы Во-первых Я смотрю Да Вот Ну Короче Давай Прям По этому Алгоритму Пойдем Значит Во-первых Алгоритм Определяет Длину Репризы Это Определяется Значит Какими-то Входными Параметрами Вот Затем Он Ну То есть Получается Что Он Наверное Случайно Выбирает Точку Начала Репризы Вот Мне Такое Сейчас Прохибит Тут Такое Просто Видишь Я уже Три года Назад Писал Пытаюсь Понять А тут Целая Чума Тут Дунод Реприз Констант Ленд Песседжес Надо Еще Короче Вспомнить Как Это Все Работает Но Давай Давай Не будем Углубляться В детали Все Таки Я Могу Подготовиться Еще раз Тебе Поподробнее Расскать Но Смысл В том Что Значит Алгоритм В какой-то Происходит Да Ну Не совсем Он Вот Смотрит Еще Что Если У него Там Есть Какие-то Группировки Нот Он Внутри Этих Группировок Не Делает Я Смотрю Репризы Вот То То Есть Он Старается Обходить Как Группировки Какие Ну Когда Там Водные Хроматические Там И так Дальше То Он Старается Вот Вот Потом Он Значит Инкапсуляцию Запрещает Реприз То есть Чтобы Одна Реприза В другую Не Вошла Ну Какие-то Такие Вот Тоже Кстати Ну В принципе Логичные Правила Вот Потом Начнем Смотрит Так Теперь Мы Начинаем Репризу Определим Ее Длину Значит Длина Определяется Каким-то Алгоритм С Какими-то Параметрами То Ну Не Помню Каким То Ну Какой-то Есть Алгоритм Вот Затем Значит Определяется Тональность Репризы Что это значит Он может Репризу Скопировать С тональностью Исходной То есть Со всеми Тональностями Которые были Либо он Ее может Транспонировать Да Вот Потом Более того Он может Вообще Ну ладно Пока Хватит Затем Он определяет Генерит ли он Новую громкость То есть Динамику Или Сохраняет Старую Тоже Чуз И фолиум И скопит Вот Соответственно И дальше Он начинает То что он Короче Решил копировать Генерит заново Более того Он может Например Часть Репризы Значит Перегенерить То есть Он такой Ну вот Это называется Хочу Вольту Другую Просто Сделать Да Да Фактически Да То есть Видишь Вот Это правильное Слово Из музыки То есть Он может Сделать Другую Вольту Сейчас Ну вот Тут еще Например Такие Прикольные Темы Он такой Пытается Значит Перейти В другую Тональность Это вот Там Где Copy Nodes If Mode Differs Convert Melody To New Mode То есть Он Конвертирует В другую Тональность А потом Такой Говорит О А если Короче Не получилось В этой Тональности Нормальную Музыку Создать То есть Грубо говоря При Транспонировании У тебя Музыка Испортилась Слишком Низкое Качество Стало Много Диссонансов То Тогда Он Перегенерит Часть Нод Которые Проблемные Вот Значит Потом Да Ну и Потом Оценивает Как-то Акустические Качества Сигнала Ну Сама Акустика Не анализируется То есть Весь Анализ Идет На уровне Нод То есть Поэтому Я как бы Стараюсь Задавать Такие Правила Которые Предугадают Вот Предугадают Значит Качество Музыки Например Вот Хорошие Ты вопросы Задаешь Здорово Например Вот Если Сейчас Покажу Вот Вот смотри Вот например У тебя Звучат Ноты И Эта нота Изначально Короче Ну Изначально Считается Что это все Фортепиано И вот Нота Фа Звучит Потом Нота Фа До Звучит Причем Фа Нота С этим Слигой То есть Она не Ретригерится Она просто Продолжает Звучать Да Нота Фа Вот То есть Фактически Нота Фа Потом Бьется Нота До Потом Короче Добавляется Нота Ми Там Что-то Такое Ну Короче Не пойму Тут Немножко Не соответствует Что ли Так Так Это значит Ми Нет Ми соответствует Просто Ми У меня Это А Все понятно Вот Короче Добавляется Нота Ми И Си Правильно Ми Си Фа До А Фа До Они и так Уже Звучат Да Вот А теперь Смотри То есть Наша задача Это как ты правильно Сказал Оценить Звуковые Характеристики Это что значит Ну например С точки зрения Диссонансов Значит Если у нас Нажата клавиша Была Минуту назад То она уже Почти не звучит И значит С ней там Диссонансы Короче Выполнять Какие-то Алгоритмы Анализ Диссонансов Уже смысла нет Если она была Секунду назад Нажата То надо посмотреть Насколько сильно Если она была Сильно нажата То она наверное Еще звучит Неплохо И надо с ней Еще тоже Повозиться А если она была Слабо нажата Например Не стоит И вот Алгоритм Строит Вот такие графики Внизу нарисованы Например FFF Это график Громкости Звучания ноты То есть Он ее нажал Вот первый раз Да А потом он просто Вот Ну затухает Ну тут правда Линейное затухание Но не важно То есть Грубо говоря Линейное затухание Это аппроксимация Вот У тебя значит Линейно затухает Нотка И ты каждый раз Когда новую ноту Генериешь Например Ноту до Да Ты анализируешь Значит Насколько она Диссонирует С нотой фа Но не просто Анализируешь Вот типа В тупую То есть типа Фа и до Это кварта Нет Ты Ну не то сказал Квинт в данном случае До фа до Да Вот Значит Ты не просто Это делаешь Ты еще Грубо говоря Умножаешь На их громкость То есть Чем у них громкость Ниже Тем штраф За диссонанс Будет ниже Вот Я хотел спросить По поводу штраф Страф Это оператор Ну то есть Ты на выходе Какой-то Присуждаешь Или Сама Система Оценки Машин Плохого И хорошего Я понимаю Что вот Она как бы Типа Биполярная Или хорошо Или плохо Да Ну там В процентном соотношении Но она Как это определяет Смотри Вот Это работает Очень просто На данном примере Значит Когда мы Генерием Ноту до То есть Когда мы хотим Сгенерить Какую-то ноту Там где сейчас До стоит Да Алгоритм Начинает там Генерить разные ноты До Си Си Там короче Там Ре Там разные Короче ноты Ну не важно Как он их генерит Там это отдельный вопрос Да Но так или иначе У него создается Куча вариантов И он эти варианты Все анализирует И для каждого варианта Каждому варианту Присуждает штраф Я не помню По-моему У меня штрафы Присуждают Да У меня именно штраф Да Вот Он для каждого варианта Присуждает штраф Вот например Для фадо У него штраф будет минимальный Потому что это не диссонанс Ему тут пофигу На самом деле Он там Вообще Как бы Звучит Нота файл Не звучит У него все равно Все будет классно Вот А значит А вот когда дальше он идет Например Си ми он генерит Вот си Это уже диссонанс Фа Между прочим Да Но поскольку си Громкость низкая И фа Громкость низкая Тут уже штраф будет маленький И поэтому он разрешил Вот эту Значит комбинацию Наш Вот как бы Он ее Скажем так Он ее выбрал Как наиболее оптимальную Вот Я понял То есть Из совокупности Разных Критериев Формируется Вот этот Сумма штрафа И если она Ниже Критической Отметки То Система разрешает Да Ее используют Ну тут на самом деле Не совсем так Ну это уже как бы Реализация При ты близок Да Вот На самом деле Примерно так Единственное что У меня вот Реализовано по другому Я генерю Например Там какое-то Количество вариантов Это количество вариантов Определяется Разными параметами Например Насколько сейчас Все плохо То есть Насколько музыка Диссонансная Насколько там Стоит ли мне там Попробовать Разный вариант И так далее Например Тысячу вариантов Я генерю И потом Просто из тысячи вариантов Я просто выбираю Самый маленький штраф Самый маленький штраф Вот Но Надо понимать Что Штраф Штука хитрая Ведь можно штраф Иногда получить А иногда не получить Вот ты едешь на машине И ты например Раз гаишника проехал Штраф не получил Хотя нарушил И вот В алгоритме Тоже такое есть То есть Ты можешь Заставить его Иногда пропускать Некоторые ошибки С какой-то вероятностью Например Или же давать им Какой-то Разный штраф То есть Ты иногда договорился Хорошо с гаишниками Иногда Хуже И вот Все это создает Такую более органическую систему То есть Ты управляешь ей Ты такой Горишь так Я хочу чуть больше диссонансов Это значит Ты во-первых Можешь снизить штрафы За диссонансы А во-вторых Ты можешь например Конкретно Иногда пропускать Конкретный диссонанс Например Кварты Например Там Секунды Или там Септим То есть Ты можешь выбрать Например Какие-то диссонансы Да То есть Тут Понизить планку Разрешенного Количества штрафов Да Но тут даже Тут даже не совсем так То есть Ты можешь набрать штрафов Очень много Но все равно Окажется Что у тебя Самый лучший вариант Потому что У всех остальных Вариантов Еще больше штрафов Понимаешь То есть Алгоритму Не важно Сколько ты штрафов Набрал Ему просто важно Что ты Самый лучший Вот И он тогда Вот тебя выберет А уже как штрафы Генерации Вот это вот Интеллектуальный вопрос Самый Я понял Слушай Ну и последний У меня вопрос Тебе общий Продать Это можно? Ну ты имеешь В виду Насколько возможно Заработать на этом Для меня Да? Ну да То есть Конкретно Не про Это Не про Систему А про музыку Которая Таким образом Создается Ну смотри Человек не может Заниматься всем Я вот например Там Занимаюсь бизнесом На работе Вот А как бы В музыке И в математике Я занимаюсь Чисто Вещами Ну как Максимально далек Не от бизнеса Да? Потому что Иначе бы Ну просто Я бы такого Не добился Ну грубо говоря Если Как это Как наука Да? То есть Если ты наукой Занимаешься То часто Ты Как бы Не думаешь о том Чтобы пойти В какую-то Компанию Работать Хотя Там платят Обычно Больше Вот Вот Я поставил Для себя Такое Правило Что Как бы Я Создаю Проекты И Не При создании Проектов Не задумываюсь О том Можно ли их Продать На самом деле То есть Это Для кого-то Плюс Для кого-то Минус Но Для меня Это позволяет Находиться Вот в некой Такой Нише Которая Труднодостижима Для бизнеса То есть Она в принципе Достижима Конечно Можно Как бы Все-таки Дойти туда Если Долго Стараться Но Я достигаю Таких Ниш Много И Достаточно Быстро За счет Того Что Я Не Ограничиваю Себя Вот Ну Вот Такая Ситуация То есть Не знаю Как Это Плюс Или Минус Но Вот Так Если Кто-то Найдется Кто Кому Интересно Будет Вот Бизнесом Здесь Позаниматься То Я Возможно Поучаствую Вот То есть Надо Интересный У меня К тебе Просьба Пришли Пожалуйста Там Сегодня Завтра Описал Овку Про себя Там Одной Строчкой То есть Я в статье Когда буду Упоминать Тебя Как Спикера Да Алисей Архипенко Тире Там Научный Сотрудник Автор Там Концепция Алгоритм Короче Как Ты Тебя Хочешь Представить Ну Естественно Чтоб Это Как Б Адекватно Звучало Теме Теме Как В статье Начальник Фрезеровочного Цеха Естественно Какая у тебя Тема Будет Статьи Тема Значит Искусственный Интеллект В музыке Понятно Да Еще В принципе Может Быть Интересно У меня Вот Ну У меня Типа Клуба Композиторов Такого Есть Тут У нас Есть Участники Один Из Участников Как Раз Писал Статью Недавно По Современной Вот Модельной Музыки Может Что-то Тебе Там Будет Тоже Интересно Он Там Про Меня Тоже Немножко Писал Вот Если Хочешь Тебе Вышли Тоже Да Вышли Пожалуйста И Еще Могу Ссылку На Гугл Документ Дать Да Вот Все Что Доступно С моего Сайта Оно Полностью Публично Вот Единственное Что Как Ссылка На Меня Там Желательно Ну Там В общем То И так Ссылки Есть На Меня Разумеется Ну В смысле Гугл Документ Который Ты Мне Вконтакте Присылал Да Да То Это Все Доступно С Моего Сайта Да Да Конечно Ты можешь Глянуть Еще Мои Другие Проекты Там Значит Есть Проект Собственно Вот Not Styper Я говорил Просто Послушать Что он Делает Может быть В некоторых Несколько Треков Это Тоже В проекте Raus Потом Есть Проект Radio Rock Radio Sextet Но Это Не Уверен Что Тебе Будет Интересно То Здесь Как бы Идея В том Что Большая База Классической Музыки Используется Как Как бы Noise То есть Ты просто Берешь Какие-то Отрывки Из Любого Какого-то Произведения Выбранного По какому-то Алгоритму И используешь Его как Ноту То есть Например У тебя Идет Rock Мелодия А вместо Ноты До Всегда Например Монстерская Какая-нибудь Выдержка Из Сонаты А вместо Ноты Ре Из Нот Используются Как бы Выдержки Из Это Самое Да Или Например Там Еще Радио Радио Эволюшн Классика Радио Эволюшн Это Там Отрывки Идут Из Разных Произведений Но Каждое Следующее Произведение Написано Позже Предыдущего И получается Ты как бы Слушаешь Радио Переключающееся Быстро Между Произведениями Но Каждый Следующий Кусочек Он Написан Позже Ну и так далее То есть Вот Такой Проект Есть Ну Это Наверное Так Подальше От Этого Самого От Интеллектуальности В музыке От Как бы Искусственного Интеллекта Вот Но Какие-то Компоненты Есть В конце Концов Это Сгенерирует Тоже Программой Вот Да Ну и вообще Я хочу На самом деле Есть такое ощущение Что Вот этот Нот Стайпер Это На самом деле Очень крутой Как бы Механизм Для Людей Которые Много Печатают То есть Можно Печатать Не просто В Варде А печатать В нот Стайпере И тогда Просто Кроме Того Что ты Текст Напечатал Ты еще Всегда Будешь К нему Иметь Еще и Музыку Вот Это Как бы Побочный Эффект Казалось бы Обычный Для нас А на самом Деле Это Может быть В общем-то Произведением Всегда А он еще Поддержит Велоси Именно С клавиатуры Да Это Особенность Такая Необычная Я этого Добиваюсь С помощью Считывания С микрофона То есть Селчков Громкости Да Но фактически Он записывает Громкость Нажатия на клавиатуру Поэтому записывать Надо в тишине Вот Но поскольку Микрофон Находится около Клавиатуры У Ноутбуков То В общем Так сильная Даже тишина И не требуется Вот Прикольно Сейчас Посмотрю Ну да Там можно Прямо Вот Ютуб Примеры Посмотреть Вот эти Вот Со стихами Там довольно Забавные Примерчики Такие Мне кажется Это На самом деле Очень такая Может быть Популярная Тема Вот